Субтитры создавал DimaTorzok Нескольких часов или дней The New York Times Говорит газета Вы поняли? Несколько часов или несколько дней По России будет бить американское оружие А Медведев на это сказал Что тогда применит ядерный тактический удар по Киеву Все вам понятно, нет? В какую стадию входит страна? Это страшно Это очень страшно В течение нескольких часов Американское оружие будет бомбить Россию Будет ударять по России Какого рода оружие, не говоря Химическое, биологическое Какое оружие будет применено по России? Министр обороны РФ Белоусов Говорит, Вашингтон и его партнеры Последовательно разрушают Мировую архитектуру безопасности Провоцируют вооруженные конфликты Но да, это заявляет министр обороны Новые слова Новый министр В общем-то, песня-то вся старая Ничего нового, как вы видите, не происходит Китай не будет присутствовать На мирной конференции по Украине В Швейцарии в июне Ройтерс-агентство сообщает нам об этом По словам источника издания Пекин отклонил приглашение Из-за того, что не были выполнены его условия Эти условия касались включения в обсуждение Принятие во внимание интересов всех сторон Включая Россию А также обеспечение справедливого Равноправного участия всех стран Россия Сзади стоит Китай Все, что делает Россия, это Китай Поэтому Китай и обиделся Как это Россию не включили Нет, друзья, не самостоятельная Россия Россия в вассальной зависимости от Китая Она делает все, что говорит Китай Все, что рекомендует Китай Все выполняет Россия Поэтому, раз не были соблюдены условия То Китай не будет принимать участие Значит, ему, в принципе, более интересен вопрос На продолжение, на эскалацию военных действий Межфракционный законопроект О полном запрете розничной продажи В Российской Федерации никотиновых и безникотиновых вейпов Будет внесен в Госдуму Все, друзья, курильщики Кому-то очень хочется покурить Кто-то привык Все будете теперь Ну, теперь новые законы Все по-новому Опять какие-то запреты Опять какие-то ограничения Нужно к этому привыкать Вообще, курение Табак и алкоголь Это, в принципе, участь рабов Для рабов было придумано Теми, кто наверху Вы хотите сказать, они тоже курят И поедают мясо? Нет Еще раз говорю, нет И еще раз, нет Не курят и мясо не едят Поэтому у них лучшие сенситивные способности У них больше мышления Лучше работает голова А те, кто продолжает долбить тук-тук Дятел, что это все, знаете, необходимо для здоровья человека То не будем отговаривать, друзья Не будем Будут работать законы О вейпах Будут законы работать Ну да, будете слушать законы Не все ли вам равно? Все равно законы будут работать Байден втайне дал Украине Разрешение на нанесение ударов Американским оружием вглубь России Однако Другие сообщают Что разрешение действует только в районе Харькова До Москвы не долетят, наверное Эти чудо-снаряды Соединенных Штатов Глава Минфина заявил, что Россияне сами просили о повышении налогов Вы просили? Получите Вы хотели Советский Союз, Сталина, да? Вот вам Все возвращается Все, вы хотели налоги Сейчас будет повышение налогов Платить нечем, а кто? А кто волнуется, что платить нечем? Это ваша жизнь Министр обороны ФРГ Пообещал Украине Еще один пакет военной помощи На 500 миллионов евро А Украина жирует Украина песни поет Так хорошо жить на свете Макрон принимает участие В конференции по Украине В Швейцарии Глава офиса президента Украины Ермак сообщает об этом Что Макрон будет в Швейцарии Financial Times Говорит Зеленский и Байден В Италии подпишут Двустороннее соглашение О безопасности Накануне саммита Мира, который пройдет 15-16 июня В Швейцарии Ох, народу будет в Швейцарии Украина может использовать Датские истребители Ф-16 Для ударов За пределами своих территорий Россия Россия, напрягись и пойми Что будут бомбить Москву и Питер Один из высокопоставленных чиновников Дипломатов НАТО Сказал, что Способность защищаться От ракет И воздушных ударов Является основной частью Плана защиты Восточной Европы От вторжения А сейчас у нас этого нет Добавил он У НАТО есть только 5% Средств ПВО Необходимых для защиты Восточных плангов То есть восточные страны Не будут защищены Все очень просто Смотрите в лицо Фактам, о которых говорят Восточные страны Не будут защищены Нет у них возможности Чтобы ПВО защищали Ваши границы Центр Европы Будет защищаться Такие страны, как Швейцария Но никак не Польша И не все остальное Страны Прибалтики Тоже не будут защищены Вы понимаете, о чем речь, да? Все говорится Все как бы показано И все рассказывают Вот такая интересная новость Путин рассказал За последние годы Количество многодетных семей В России Выросло на 26% Сейчас их больше Двух миллионов Так сказал Путин Верить, не верить, верить, не верить Ромашку Возьмите ромашку Погадайте Беременных женщин Хотят отправлять На удаленку Такие рекомендации Готовит Минтруда Выяснили в СМИ Также на дистанционную работу Хотят отправлять матерей С малолетними детьми В парламенте Японии Создадут межпартийную группу По вопросам НЛО Депутаты обеспокоены тем Что неопознанное воздушное явление Могут оказаться Неким секретным оружием Других стран И, естественно Они не обеспокоены Они знают это Но не могут это говорить открыто Чтобы народ не волновать Потому что все чиновники знают Что такое НЛО Друзья, ну если я столкнулась с НЛО Еду через Москвы Путешествие из Москвы В Петербург 1989 год Да их там чма тьмущая была Огромное количество Небольшие какие-то объекты На самолеты не похожие Ну как тарелки, не тарелки Непонятно какого типа Все было видно Они низко зависали Над нашей машиной Поэтому страха Никакого нет Нет Ну только как бы Как вам сказать Любопытство Такое человеческое любопытство Глупое Но любопытство Россия вошла В тройку лидеров По числу Заражений корью Среди стран Европейского региона Всемирной организации Здравоохранения ВОЗы Об этом ВОЗы объявила Проанализировав Соответствующую статистику С апреля 2023 года По март 2024 года Новые болезни Новые болезни Посетят Россию Ну скажем Они старые Новые старые болезни Россия открыта Для переговоров По Украине Говорит об этом Сергей Лавров Однако он говорит Что речь-то идет О заключении мира О неперемирии По его словам Предоставлять Противнику Паузу Для перегруппировки Нет смысла Всем Компаниям Маска Грозит сложный период Из-за проблем В Тесла Агентство Отмечает Что акции Компании Падают Продажи Не растут А некоторые Инвесторы Полагают Что во главе Фирмы Стоит Рассеянный Руководитель США По-прежнему Не разрешают Киеву Применять Своё оружие Но сегодня Уже Байден Разрешил Применять Не оружие Своё А американское Оружие И уже Могут бить По зоне Причем Внутрь России Должно полететь Оружие Неизвестно Какое Что это такое Нам не говорят Чтобы россияне Не были готовы К тому оружию Которое Будет применено Оно будет применено По России Вглубь России Пойдет Потом идет Говорочка Другая маленькая Заметка О том Что это будет Харьков Вокруг Харькова То есть Белгородщина Белгородцы Вы должны понимать Что Ваша Территория Ваша территория Сейчас превратится В мясорубку Потому что Так кому-то выгодно Вы это тоже Должны понимать Что будет происходить С Белгородщиной Да Посевы Да Земля Весна Если не посеете Не будет урожая Осенью Но Селяви Такова жизнь Я не знаю Как вы будете Выживать Но явно На территории Белгородщины Находиться Опасно Также на территории Воронежской Области Тоже Находиться Опасно Это все Чревато Это все Близко К границе С Харьковом Поэтому Здесь уже За вас Друзья Никто Ничто Не решит Конечно Друзья Все это Печально Все это Новости Которые Они Скажем Лежат На поверхности Но люди Уже Перестали Знаете Нервы Атрофировались К получению Такой информации Слуховые Нервы Атрофировались Люди Уже Не получают Ее так Чтобы воспринять И что-то Предпринять По отношению К самим себе Как-то Спасти Свою Семью И Вот В этой связи Был такой Трюк Придуман Кремлем Довольно Таки Интересный Столетний Ибрагим Паша Садыков Вернулся В Дагестан И станцевал Лезгинку Он Также Передал Привет Землякам От Путина В четверг Президент Наградил Садыкова Звездой Героя Что я вам хочу сказать Ему там кажется 102 года Что ли Этому Старику Лезгинку Конечно Он может Танцевать Здесь люди Прямо до Гробовой доски На Кавказе Танцуют Это значит Они живут Они двигаются Тело их Подвижное А если Не танцуют Значит Уже Пора умирать Все старики Стараются Тоже Танцевать Что же касается Человека Вот этого Ибрагим Паша Которого Путин Наградил Неизвестно За что Но наградил Вероятно Это такой Рекламный Шаг Когда Наградили Старика 102-летнего Наградили Взяли Взяли из Дагестана Это для того Чтобы Кавказ Вкинуть В войну Поэтому Взяли Дагестанца А далее А далее Он сказал Этот старик Что он тоже Готов пойти На войну Вот этим Дагестан Твой старик Сказал Что он готов Пойти на войну На какую Зачем ему Война Не навоевался Сколько же Он прожил Он не погиб Во время Второй мировой войны Сколько же Он прожил Но он готов Пойти на войну Вот это Самая Наверное Печальная Новость Что старику Который 102 года Он готов Пойти на войну И стоит За Путина За войну Дагестан Дагестан Кавказ Трудно Что-либо Сказать Друзья Могу Сказать Много Но вы же Сами Знаете Как к этому Отнесутся Те Кто Стоят И смотрят Наблюдают Поэтому Я думаю Вы сами Все поняли Нет Это самая Печальная Новость О том Что это Сказал Дагестанец Я Таня Карацуба Сиит Бурхан Сегодня 31 мая 2024 года Сына Много Дагестан Продолжение следует...